Всем привет! С вами Юля на канале Суккулентношная и сегодня у нас, скажем так, видео по заявочкам по поводу красу, гибридных красу, которые я получила где-то, наверное, месяца полтора назад. Это 21 сентября было. Сегодня у нас, по-моему, 9 октября, если я ничего не путаю. Вот, хотела бы показать, что тут с ними, как дела у них, прижились, не прижились. Честно говоря, сама толком еще не смотрела, потому что они у меня стояли где-то там на стеллажах в глубине, я так толком еще даже не поливала. То есть всего два раза я их полила, как они начали некоторые крышки давать. И вот, в общем-то, сейчас будем смотреть, что тут и как с ними на фоне, скажем так, моего суккулентного беспредела. И там еще. Конечно, в теплице было бы, на самом деле, повеселее, потому что там такой обзор, приятные на растения, а тут все везде вечно приходится подлезать в полочки. Ну, тут у меня, кстати, еще пара растений, но просто лишнее убрала с этой слоточка, скажем так. Так, что ж, начнем. Итак, пожалуй, с чего начнем? Давайте вот с этой вот красолки начнем. Кстати, земля, в которую сижала, попалась вообще отвратительная, но уж какая была в магазине, честно говоря, другого магазина тут поблизости не нашла. И уж посадила вот то, что было, потому что очень много всяких волокон, я их хоть выбирала-выбирала, волокон, каких-то кусков непонятных, но все так и не выбрала. Ну, в принципе, с учетом того, что я намешала так хорошенько, то есть где-то тут 70% земельки как раз. Перлит, диатомит, там где-то еще, по-моему, циолит, керамзитинки попадаются иногда мелкие. В общем, 70% земли, 30% рыхлителей. Вот этот вот, как его, гибридик. Честно говоря, он, по-моему, еще не очень хорошо укоренился, я его так толком... Да, а, вот, корешочки пошли, хотя, честно говоря, поливала его уже, ну, в принципе, можно с такими мини-корешками. Честно говоря, я профукала, на самом деле, нормальный помет посадки, то есть они у меня где-то две недели так и лежали на лоточке, в светлом местечке тут на стеллажиках. В общем, просто все не успела, у меня, на самом деле, талант такой не успевать, все. Ну, в принципе, здесь, в случае с этой краслой, хорошенькие корешки полезли, так что, я думаю, можно сказать, удачное, скажем так, укоренение, что ли, как это назвать. Ну да, укоренение, что я туплю-то сегодня. В общем, две недели я ждала, скажем так, просто забила на посадку, через две недели посадила. И поливать я начала тоже где-то еще через неделю, и вот буквально, наверное, дней пять назад тоже полила еще раз, но грунт уже полностью просох, то есть он сухой-сухой. Так, это у нас как? Ну, в общем, да, в принципе, я все вытащу, на самом деле. Чего тут? Чего тут скромничать-то? Так, нужна помощь второй руки. Так, надеюсь, будет видно, что корешочки у нас пошли нормальные. Маленькие, но какие корни должны быть у этой малютки? В принципе, кстати, неплохо. Это, наверное, единственный раз, когда я их буду вытаскивать, потому что, пожалуй, надо их дальше оставить в покое, потому что, собственно говоря, укоренение-то пошло в дело, скажем так. Поливала я их по чуть-чуть из такой маленькой клизмочки. Ну, сейчас покажу. Так вот, из такой вот мини-клизмы. Мини-клизма лучше друг суккулента вода, особенно когда маленькие-маленькие растения. То есть буквально набирала ее, и так пшик и пшик по бокам. То есть совсем чуть-чуть. Вот эта краслука, она, кстати, пожалуй, выглядит намного зеленее, чем была. То есть я не знаю, вытаскивать. Не буду, наверное, вытаскивать, потому что если ее так потащить, видно, что там корни уже как бы есть. Блин, не буду. Ладно, не буду я ее вытаскивать. Тем более, что остальные укореняются. За счет того, что она такая зелененькая стала, и, как мне кажется, она туркру-то набирает потихонечку. То есть она уже не такая сухая, как была. Поэтому могу смело предположить, что там уже корни работают в какой-то степени. Так, вот эта малявка тоже раскрылась. То есть она была более сухая. Но листьев она, конечно, отсушила тоже так нормально. Но тут все-таки я тут накосячила слегка, ну, в плане со сроками посадки. Оп, полезла. Эту вытащила. Кстати, вот эта вот толком, на самом деле, нифига не укоренилась еще. Но все-таки корни полезли. Все-таки, наверное, месяц для таких малявок, как бы, то, что они, ну, месяц для укоренения полноценного для таких малявок, это, конечно, маловато. Ну, как видите, корни есть. То есть, в принципе, я думаю, можно считать, что все с ними будет хорошо. Конечно, вот то, что я две недели так протупила с посадкой, это я никому не советую так делать. Все-таки две недели это много, особенно, когда это дело касается вот таких вот маленьких растений. То есть, вот, ну, для понимания размеров, то есть, если по рукам может быть непонятно, это вот 4-сантиметровый горшок. То есть, это очень маленькие, молоденькие совсем. Ну, как я уже говорила, у меня талант ничего не успевать. Так, последний у нас гибридик. Ну, вот эту вот, я, честно говоря, не помню, она вообще с корнями была, без корней. Но она еще мягкая. То есть, даже видно, что листья съеженные. То есть, как бы, пора бы ей, наверное, устроить водные процедуры, полить ее. Но вытаскивать я ее не буду, потому что она, по-моему, все-таки, да, она так просто не вытащится. То есть, у нее либо были корни, честно говоря, уже не помню, либо она действительно уже более-менее укоренилась. Вот, конечно, после всех вот таких вот манипуляций по вытаскиванию растения для проверки, скажем так, корней из грунта, не стоит сразу поливать, лучше также выждать несколько дней. То есть, я, пожалуй, оставлю это дело до выходных, потому что сейчас у нас, что, вторник? Ну, может, даже не до выходных, а хотя бы там до четверга. Ну, потому что полить их действительно уже надо бы. Но в целом, честно говоря, мне кажется, с ними все прям хорошо. Так, кто там у нас еще был? А, вот бонус, 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 седум клаватум. Сейчас все бы не навернуть. Ну, седум клаватум, по-моему, он уже был с корнями, потому что, если я ничего не путаю, что-то у меня с памяти беда какая-то. Но вот он прям крепко держится за грунт, и я его тащить-то уж не буду. Но мне кажется прям, ну, заметно, что он укоренился, но, конечно, еще его внешний вид оставляет желать лучшего. Но я, по-моему, на распаковке этих растений уже говорила, что у меня седум клаватум в принципе не очень хорошо растет. Надеюсь, что хотя бы с этим будет все хорошо. Так, и адрамисус был. Тоже он еще не отпился, собственно говоря. И вот эти вот шматки, блин, из стремной земли. Не буду я больше такую землю покупать в фикс-прайсе. Ну, тут не знаю, где тут еще у нас купить в нашем селе земли нормальной. Так, ну, в принципе, мне кажется, прям вообще с адрамисусом все отлично, не считая того, что он такой весь пожухлый слегка. Но, по-моему, блин, надо будет, конечно, самой еще распаковку пересмотреть, потому что я не уверена, что вот эти вот пимпочки, маленькие листики, они были такого размера. Так что они растут. Это чего? А, это воздушные корни. Хотела выдернуть, думала палка какая-то. Конечно, хотелось бы поскорее увидеть какой-то цвет на этом адрамисусе. Но для начала, конечно, надо вот эту красоту отпоить. Так, как я уже говорила, я поливала все эти мои прелести всего лишь два раза пока что. Дальше, как я уже сказала, буду поливать, наверное, через несколько дней. То есть, как вот эти все тормошения корней пройдут. Ну, лучше себя обезопасить и не мочить их после таких вот ковыряней. И, пожалуй, буду поливать уже раз в неделю, потому что корни все-таки есть. Но делать это надо осторожно. Прям вот реально по чуть-чуть. Что ж, все-таки, пожалуй, я некоторые сейчас полью, которых я не тормошила, скажем так, из грунта. Их тут всего получилось три штуки. Теодромискус, кседум и вот эта вот красота гибридная. Ей как раз вот прям очень надо бы попить немножечко. Как раз покажу в деле вам свою супер-грушеньку, которая все время пытается похитить кот. Поэтому она у меня вечно где-то в самом-самом верху стеллажей лежит. Что ж, ну, собственно говоря, на этапе укоренения и адаптации у меня полив растений. Ну, вот такой. Псик, псик. И хватит ему. Так, следующий. Тоже. Оп. Оп. Ну и все. Земля реально стремная попалась, короче. Плохо впитывается. Да ну, блин. Земля эта из фикс-прайса полная туфта. Так, адрамискус. Оп. Оп. Адрамискусу я, пожалуй, побольше дам попить. Меня вот, кстати, за что меня прям некоторые адрамискусы бесят. Так это за то, что если они потеряют тургор, если их вовремя, блин, не полить и так вот засушить вот до такого состояния, то их потом отпаивать, блин, на самом деле просто ужасная мука. Пей мой хорошенький. Ну, кстати, все не так уж и плохо с грунтом. Ой, вот этим вот. Потому что мне показалось, что вода плохо уходит. А нет, нормально. Она ушла и туда капелька даже вышла. Хотя полилась всего-то ничего. Кстати, тут у меня еще на адаптации некоторые красивые эхиверии. Кстати, вот этот эхиверия Роджа вроде так читает. Ну, я думаю, те, кто смотрит мой канал хоть сколько-нибудь давно, ну, не вот уж прям давно, думаю, не удивятся моему прекрасному произношению иностранных словечек. Кот пришел мне тут все. Петенька. Очень красивая, кстати, эхиверия. Ну, сейчас она еще пока маленькая, только-только вот окрашивается, только-только адаптировалась. Но она будет просто невероятно восхитительной, когда подрастет. Я бы тоже, кстати, грунт полить, грунт полить. Ее бы полить, вот заодно и, собственно говоря, полью. Ну, у нее корни уже лучше были, как бы я это и так прекрасно знаю, потому что сажал-то ее я, поэтому ее тоже поливать пора. В общем, фигово я грунт намешала. И такая вот еще красоточка Субальпина. У меня их парочка. Они маленькие, конечно. Ой, кстати, я тут со временем как-то пересмотрела свой взгляд на то, что капельки на листьях очень сильный вред могут нанести. Если условия, в принципе, соответствуют, если не переливать растения, то несколько капель, скажем так, воды на листьях ничего плохого не сделают. Эх, хотела показать. полив, а в итоге у меня тут разочарование из-за грунта. Ну, в принципе, нет, нормально вода уходит. Хотя, честно говоря, если вот так вот вода плохо проходит через грунт, конечно, не помешало бы его сменить, но я пока что этого делать не буду, потому что я ленищая. А, и тут еще вот такая у меня стихи Веречка. У меня таких, кстати, дофига. Это у меня из семян. Выращиваю. Ну-ка, у меня тут помечено, когда села. А, вот мартовский посев. Это хеверия фримбиата. Такая вот она красивая. Только сейчас позеленела, конечно. Ну, что ж поделать. Потому что продолжительность освещения у меня растений сейчас пониже, конечно, чем хотелось бы. Но, кстати, тоже вполне ничего так получается. Про освещение, кстати, надо снимать, пожалуй, отдельное видео, потому что сначала надо все обдумать, скажем так. Что снимать? У меня тут, кстати, новые лампы. То есть я как бы уже снимала видео по освещению. Но у меня сейчас новенькие лампы появились розовые, ярко-розовые. Бледно-розовые, по-моему, были на тот момент. Но сейчас у меня их больше. Так, эти прелести у меня тут все стоят на стеллаже, как я уже говорила, под искусственным освещением. Лампы юниелевские, они бледно-розовые. То есть как бы на камеру это такой синюшный, по-моему, цвет даже, если подальше отойти, такой розовый. Но в целом он такой, ну, если вживую смотреть, он так слегка бледно-розовый. Так вообще глаза не раздражают нисколечко. Это прямо, на самом деле, чудесно. Расстояние до ламп тут где-то сантиметров 20 от растений. Может, чуть поменьше. Да, может, сантиметров даже 15. 15-20. В общем, как-то так. Мощность ламп. Так, одна лампа у меня тут 18 ватт, вот эта вот, другая 35, но она длинная. Это, по сути, то же самое, что если, ну, 2 по 35. Ой, фу ты, 2 по 18. Вроде ничего. Освещение у меня сейчас получается по времени, наверное, часов 5. Да, часов 5. Наверное, дня 3-4 в неделю. Нет, наверное, дня 3 в неделю часов по 5 вечером. И где-то там полноценный, там, 12-14-часовой световой день у них в остальные дни. Так уж получилось. Вот, потому что как-то стрёмно, на самом деле, оставлять электричество без присмотра. Поэтому такая вот у них нерегулярная, скажем так, освещаемость. В принципе, кстати, ничего плохого в этом нет, в таком освещении. То есть, лучше уж, как бы, дом заберечь, чем растенец не досветить. Потому что я не заметила, что у меня что-то сильно тянется из-за такой низкой продолжительности освещения. Потому что все-таки мощность, мне кажется, достаточная для этих растений. Кстати, вот что касается вот этих вот розовых ламп. У меня тут, конечно, немножко безобразие, беспорядок. Не все растения на этой полке выглядят хорошо, но у меня тут как раз стремнячок у меня тут стоит, который мне не нравится, как сейчас выглядит. Вот. По этим розовым лампам. Если не хочется вообще видеть розовый свет, то это такой, не знаю, маленький лайфхак. На случай, если вы не знали, можно просто добавить еще одну белую лампу и как бы, ну вот, я не знаю, по-моему, я не замечаю вообще здесь на этой полке розовых каких-то оттенков. Только тут, конечно, не одна лампа, а две беленьких вот рядышком стоят. В принципе, так, знаете, я бы сказала, что выглядит это белым. И вот, кстати, что касаемо стремной земли. На самом деле, не обязательно не самая хорошая земелька погубит ваше растение, потому что я тут при пересадке литопсов у одного оторвала корень. Я вот что-то думала, что он все-таки сдохнет. Ну, без корня. А в итоге я его просто засунула в какой-то, я не знаю, что это было вообще, чернозем какой-то. просто земля из пакета, даже ничего туда не добавляла. И просто воткнула его, как бы, думаю, помирать начнет, так выкину. А тут он вообще, как бы, укоренился. Кстати, раз уж я сегодня человек-потрошитель, пожалуй, посмотрю, что тут, как там, дела с ним. Вот, в общем-то, укоренился литопс, для которого, в принципе, по идее, как бы желателен, ой, такой каменистый грунт, но явно, извините, не чернозем, блин, из пакета. Так что, при соблюдении каких-то других условий, даже, ну, отклонение, скажем так, по грунту, это, может быть, какая-то стрёмная вообще фигня, быть, а не грунт, в принципе, не значит, что ваше растение погибнет. Такие дела. У меня тут, кстати, еще, даже не знаю, как это назвать, садистский эксперимент, сейчас я подцеплю, этим, как его, пинцетиком, садистский эксперимент над крошкой-конофитумом, тоже оторвала его, сунула в этот же грунт, но, да что я все роняю, блин, что-то лезет из него, надеть корешок. Вот в этой вот субстанции. Хотя, может, это не чернозем вовсе, а что это вообще. Короче, земля из пакета, универсальный грунт, без добавок. А литопс, этот раз уж он выжил, я думаю, он достоин нормального грунта, полноценного, хотя, может, я его обратно сюда запихну. В общем, как настроенница будет. Ну, вот об этом я и говорила, оставила, называется, клизму без присмотра. Все, прощай, клизму. Петя! Эх! Петя любит клизму. Так, и тут, кстати, у меня тоже с последней распаковки вот стоят растения. Они вот у меня постояли несколько дней вертикально, я их просто в стаканчике без воды, там без всего, поставила на воздух, чтобы они не кривились перед укоренением, ну, в процессе укоренения, и вот посадила их, собственно говоря. Вот по этой, конечно, очень интересно. Это парагона, если правильно я запомнила название, она с такими скрапинками, но вот фиг знает, сохраню я эти крапинки под лампами или нет. Я их решила в качестве эксперимента поставить под ядрёно-розовые лампы. Сейчас, говорят, тоже не нравится у меня этот цвет, но мне понравился результат вот таких вот ламп, то есть как окрашивают суккуленты. Тут у меня на подоконничке она стоит, такая лампа. И у меня красился неплохо седумно с Баумера, хотя у меня он в искусственных условиях, то есть под искусственным освещением, вообще в принципе дома он у меня вообще нисколечко не окрашивался, тем более он у меня тут в личузе стоит, я его как пересадила в личузу, там удобрение-то там так прилично, тоже позеленела, плюс я его поливать люблю, потому что это мой любимый цветочек на самом деле. Вот, поэтому вот, собственно говоря, экспериментирую тут с лампами, с этими. Так, что ж, вернёмся к этим красулам, ещё раз их покажу. Наверное, через пару месяцев можно будет более-менее полноценный обзорчик снять, то есть результат, скажем так, окончательный по укоренению. Вот, ну а пока что, наверное, на сегодня всё. Благодарю за просмотр, если есть вопросы, обязательно задавайте. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!